Вино из крыжовника Итак, сегодня мы будем готовить вино из крыжовника. Вино из крыжовника отличается от других плодово-ягодных вин тем, что оно имеет неповторимый и очень насыщенный аромат и прекрасный вкус. Итак, мы имеем где-то 4,5 литра ягод и сейчас мы будем их измельчать при помощи блендера-измельчителя. Перед этим необходимо ягоды перебрать, но не мыть, а только отделить ненужный мусор, листья и явно испортившиеся ягоды. Засыпаем ягоды и измельчаем. И вываливаем все в кастрюлю. Теперь следующую порцию. Вот столько у нас получилось пюре из крыжовника. Кстати, не зря эту ягоду называют северным виноградом. Вино из него получается действительно изумительное. И теперь осталось сюда добавить столько же воды, сколько и ягод. То есть 4,5 литра прохладной и печеной воды. Обязательно все это дело помутим. И добавим, как в случае со смородиной, тоже 4 стаканчика сахара. Раз, два, три и четыре. И все, опять это дело мутим. Мутим хорошенько. Изюм пока добавлять не будем. Посмотрим, хорошо ли будет мезга отслаиваться. Если в течение одного-двух дней этого не будет происходить, то добавлю горсть изюма. Чтобы брожение лучше шло. Все, теперь это дело оставляем на 3 дня при комнатной температуре. 2-3 раза в день помешиваем. Даем доступ к кислороду. Нашему суслу. Ну а я прощаюсь с вами. Всем спасибо. И пока следите за новыми выпусками.